Дайджест недвижимости Средства на строительство компания рассчитывает получить от дольщиков, которые еще не до конца внесли деньги. С теми, кто не платит по договорам, отношения предполагается разорвать по суду. Перспективы второго объекта ЖК «Виктория» по адресу Мичуринская, 3 пока менее определенны. Застройщик обещает провести переговоры с поставщиками стройматериалов и техники для проведения свайных работ. Напомню ранее, на руководителя ЖК «Виктория» было заведено уголовное дело. В нем фигурирует сумма 180 миллионов рублей. По версии следствия, эти деньги, полученные от дольщиков, пошли не на строительство, а на другие нужды. В настоящее время арбитражный суд Кировской области рассматривает заявление о признании компании банкротом. Дайджест недвижимости Пожилой кировчанин пострадал от действий дистанционных мошенников. 66-летний мужчина разместил на одном из сайтов в интернете объявление о продаже гаража и согласился на предоплату от потенциального покупателя. Тот попросил у пенсионера реквизит его банковской карты, а после списал с нее 15 тысяч рублей, сообщает Девятка.ру. Полицейские уже начали розыск мошенника. В ОМВД напоминают, что передавать все данные банковских карт посторонним недопустимо. Зная реквизиты карты, а также пароли, приходящие СМС с сообщением от банка, злоумышленники получают доступ к размещенным на ней средствам. Дайджест недвижимости Сдавать дома в аренду в Кировской области менее выгодно, чем в целом по стране. Уровень доходности, а также срок окупаемости строительства таких объектов подсчитали аналитики портала МирКвартир. Дома элитного сегмента в исследовании не участвовали. Эксперты оценивали стоимость рядовых объектов. В Кировской области она составляет около 7 миллионов рублей. Арендовать такой объект в регионе можно примерно за 40 тысяч в месяц. Таким образом, срок окупаемости строительства составит почти 15 лет. Уровень доходности 6,9% годовых. В целом по России он чуть выше – почти 7,5%. А выгоднее всего сдавать дома в аренду в Свердловской области. При стоимости аренды 70 тысяч рублей в месяц, затраты на строительство в 4 с небольшим миллиона рублей можно окупить за 5 лет. На этом все. В студии работала Анна Лапшина.